Добрый день, уважаемые коллеги! Наша программа здесь, в Оренбурге, большая, насыщенная и интересная. Только что посмотрели выставку современных вооружений, встретились с личным составом, участвующим в учениях в Центр-2015, в ходе которых в том числе проходили обкатку новые образцы оружия, военной техники. Учения показали высокие тактико-технические характеристики современных систем вооружения и тем самым еще раз подтвердили значительный потенциал наших оборудованных предприятий. Сейчас на очередном заседании военно-промышленной комиссии обсудим вопросы, связанные с повышением эффективности работы ОПК. Но, разумеется, прежде всего я хочу обратиться к тем, кто работает в оборонке. Хочу всех вас, кто здесь присутствует, всех ваших сотрудников, рабочих, инженеров, организаторов производства поздравить с Днем Оружейника, пожелать новых достижений и всего самого доброго. Успехов вам! Теперь непосредственно к вопросам повестки дня. Сразу отмечу, что за последнее время задания гособоронзаказа в целом выполняются вовремя и в нужном объеме. Практически завершена процедура размещения контрактов гособоронзаказа на текущий год. Ситуация здесь улучшилась. В этой связи хотелось бы сказать, что, судя по всему, не зря мы с вами два раза в год в Сочи собираемся, закрываем двери, не отвлекаемся ни на какие другие проблемы, занимаемся только этими вопросами. Действительно, есть движение вперед, и оно заметно. К середине сентября в войска поставлено уже более половины, порядка 52% основных видов вооружения, предусмотренных планами этого года. А если точнее, то уже поступило 2250 единиц новейшей техники. Среди них истребители Су-34, Су-35С, Су-30СМ, вертолеты Ми-8МТВ-51, радиолокационные станции, новые боевые машины десанта, боевые машины пехоты БМП-3, автомобили, комплексы беспилотных летательных аппаратов. Безусловно, такие показатели свидетельства правильно выстроенных, скоординированных действий ОПК, Минобороны и промышленности. Вместе с тем, необходимо и дальше повышать устойчивость всей системы оборонно-промышленного комплекса. Создавать условия, которые позволили бы и предприятиям, и конструкторским бюро четко выполнять заказы и дальше развиваться, что самое главное. Быть уверенными в своем текущем положении и в будущих перспективах. Что для этого нужно сделать? Прежде всего, сохранить взятые темпы и качество выполнения гособоронзаказов. Особое внимание при этом необходимо уделить программе импортозамещения, которое играет определяющую роль в обеспечении технологической и военной безопасности России. Работа по импортозамещению проводится начиная с середины прошлого года, то есть уже год практически мы работаем. И нужно учитывать, что сейчас мы переходим к замещению все более сложных узлов и компонентов. А сроки выпуска продукции, поставок войска жесткие. Мы с вами сознательно, напомню это, пошли осознанно и, в общем, скоординированно, пошли даже на некоторое смещение сроков поставки войска современных видов вооружения, имея в виду, что нам нужно выйти на собственное производство вот этих самых сложных компонентов и узлов, о которых я только что сказал. Но нужно это сделать обязательно. Вот это самое главное, чтобы мы не просто поговорили, а чтобы это было сделано. Важная задача – это обеспечение финансовой стабильности предприятий ОПК. Да, долгосрочные контракты в рамках госпрограммы вооружения заключаются в определенных твердых ценах, они не подлежат изменению в ходе выполнения заданий, а значение реального уровня инфляции определяется только по итогам года в конечном счете. То есть, когда обязательства по госконтрактам уже должны быть исполнены. И вместе с тем, при негативном изменении ключевых макроэкономических показателей, предприятия попадают в непростое положение. Они теряют прибыль, которую могли бы направить на развитие, возникают сложности с бюджетным планированием. В связи с этим нужно выработать подходы, обеспечивающие сбалансированность финансирования госконтрактов. Подчеркну, строго в пределах выделяемых ресурсов. Давайте об этом поговорим поподробнее. Всё понятно, что курс меняется, и деньги по-другому смотрятся, но нам нужны не бумажные показатели, нам нужны, как вы сами часто говорите, штуки, сделанные в металле и поступающие на вооружение. Очевидно и то, что для укрепления экономического положения предприятиям ОПК необходимо привлекать дополнительные инвестиции, средства, которые позволят развивать базовые военные и промышленные технологии, вести исследования и прикладные разработки по созданию передового вооружения и военной техники. И, конечно, нужно совершенствовать систему планирования, финансирования, координации работ, направляемых на формирование опережающего научно-технического потенциала. Важную роль здесь призваны сыграть руководители ведущих оборонных производств, генеральные конструкторы. На прошлом заседании мы утвердили пять кандидатур. Сегодня рассмотрим ещё шесть претендентов на эти ответственные, ключевые, можно сказать, должности. Рассчитываю, что генеральные конструкторы смогут найти новое решение для более эффективной реализации важнейших проектов по обеспечению обороны и безопасности России. Вывести свои предприятия на качественно новый технологический и производственный уровень. Продолжение следует... Продолжение следует...